Сегодня у нас 15 января, время 17.57 Исследование в лабораторию прибыл объект HPG62316 Извлечен шлейф Шлейф имеет следы повреждения Имеется предположение, объект побывал в какой-то мастерской Приступаем к исследованию Здорово, компьютерщики Сегодня попробуем поремонтировать один ноутбук Собственно, вот он лежит Моделька, как я ранее сказал HPG6 2000 серия История очень интересная и занятная Рассаживайтесь поудобнее и слушайте Обратился нам чел С просьбой продать ему шлейф матрицы Мы такие Есть, конечно Конечно продадим Они у нас всегда с запасом Выносим ему шлейф Такие, ну, вообще легко Вот на изи, пожалуйста Он такой, ну да, здорово Достает из пакета Свой старый шлейф Такой говорит Слушайте, ребята Шлейф-то у вас неправильный Вот такие Как так вообще? Может быть? Проверяем по модели ноутбука Гуглим Недавно научились гуглить Гуглим, смотрим Такой шлейф На шлейфе есть на нашем тоже маркировка Гуглим Все совпадает Это именно шлейф от HPG6 2000 Берем этот шлейф Видите маркировочку? Забиваем ее в Google И он нам выдает, что этот шлейф от HPG6 2000 Это гораздо более современный ноутбук Он лет на пять позже вышел Мы начинаем спрашивать вообще Что произошло? Что за фигня вообще? Как так? И он рассказывает одну такую историю Был у него ноутбук Работал прекрасно Показывал изображение Но при повороте крышки матрицы Изображение начинало так моргать И он решил его отнести в один сервис Я знаю Валера уже поднапрекся Ну, расслабься Не про тебя речь И не твой сервис А там один на Ленина есть Деятель сидит Отдает ему этот ноутбук У которого изображение мерцало при повороте крышки Они забирают Неделю мурыжат Шлейф достать не могут Ему надоело ждать Он приходит, забирает Ему выдают ноутбук в таком состоянии И отдельно шлейф И вот он, собственно, приходит сюда И, естественно, мы начали уточнять Что вообще, почему сделать не смогли Он говорит Ну вот, шлейф не смогли достать Причем, говорит, мне выдали Вот этот шлейф в таком вот состоянии Почему-то он разобранный оказался Раздербаненный Непонятно, что они там хотели В общем, они заменить, говорит, не смогли На тебе не смогли И вернули мне его обратно Вот, и Странная ситуация вообще Ну хорошо Мы забрали ноутбук И сейчас с вами будем смотреть И у меня не очень хорошие новости По этому поводу Я специально еще записываю видео Чтобы себя немножечко так обезопасить Так вот, возникает вопрос Что это вообще за шлейф? Откуда он тут взялся От другой модели? Есть две теории у меня Либо клиент пришел Сказал быстренько Выдавайте мне ноутбук Мастера быстренько собрали И случайно такие Два шлейфа лежат Такие Не знают какой И взяли, положили вот этот Первый попавшийся Это одна версия Вторая версия Когда принесли этот ноутбук У них был шлейф от HP-15 А что, ёпта? Он же похож внешне Почему бы его не поставить? Вот это самая хреновая версия Потому что Шлейф-то другой Хоть он внешне и похож А распиновка-то отличается И с большой долей вероятности Они его уже подключали В этот ноутбук Шлейф от другой модели Короче, сюрпризы Нас, скорее всего, будут ждать Для начала Мы подключим кабель VGA К ноутбуку Ну и попробуем посмотреть Выводит он на внешку Что-нибудь или нет Это уже неплохо Ну что, будем его разбирать Разбирать крышку матрицы Проверять И будем надеяться на чудо Что всё-таки матрица Либо плата Работает Потому что В этих ноутбуках Когда выходит из строя Вне, когда подключают Неправильный шлейф Либо когда его закорачивают Либо что-то ещё Делают манипуляции С матрицей Со шлейфом То у них Выходит из строя Так называемый Транслятор Если я не ошибаюсь То в этой модели Он как раз и стоит Его придётся менять Так, мы скинули топкейс Скинули рамку матрицы Достали матрицу Капец, ну вот воняет Такое ощущение Как будто он в курилке Находился Десять лет Такая, знаете Жёлтая пыль Здесь присутствует Это как никотиновая пыль Ну думаю Кто ремонтами занимается Знает о чём Понимает о чём я говорю Так, ну вот Родная матрица Вот она вся С жёлтыми этими Напылением Чтоб вы не говорили Что я левую матрицу Подкидываю Что я там Сервис хочу Какой-то там Оклеветать Честных парнишек Вот смотрите Тут даже рисунок Отпечатался от матрицы Видите, жёлтый Вот он полностью соответствует Вот этим вставкам Если вот так вот Его приложить Что мы сейчас Попробуем подключить Новый Родной Шлейф Всё подключил Чтоб потом Без предъяв Без предъяв Вы знаете, чё это? Это хреновый признак Белый экран Изображения нет Почти со стопроцентной уверенностью Могу сказать, что всё-таки Вот этот неродной шлейф Подключали сюда И спалили матрицу Ну чё, давайте подкинем нашу тестовую матрицу Посмотрим, что там с ним Кстати, я говорил, что частенько ещё при манипуляциях с матрицей и со шлейфом выходит из строя транслятор Вот он здесь Он называется ANX3110 Вот этот чип И белый экран, кстати, бывает ещё из-за него Обычно, когда он неисправен, он просто кипятится Как утюг Но здесь ничего не греется Как утюг Мне тут сказать нечего С нашей матрицей всё работает Получается, грохнули ещё и матрицу Мы у клиента сразу уточнили А точно ли она работала до прихода в тот сервис Он говорит, да, 100% Всё работало, говорит Только меня запарило, что при повороте крышки изображение пропадает Нужно, говорит, ловить положение То есть изображение было И как показывает опыт Пытаться найти неисправность в матрице Не стоя затраченных сил и средств Проще поменять Я вот из 10 таких, наверное, матриц Ну, не знаю Две штуки только удалось поднять Что там выходит из строя Да хрен его знает Ну, тоже сидеть там 2-3 часа Над матрицей Которая стоит в закупе Там, не знаю По-моему, 2500 или 2800 Ну, вообще не стоит того Ну, и вот что получается Получается, что они его подключали всё-таки Это ж нужно каким быть идиотом, чтобы это сделать По-моему, даже наш школьник знает, что шлейфа разные подключать нельзя Разная распиновка может быть Да какая проблема вообще была найти шлейф G6-2000 Это ходовой шлейф Во многих сервисах его можно было приобрести Даже в нашем маленьком городочке Ну, вот как теперь клиенту объяснить Ну, мы-то объясним Потому что всё-таки, я так понял К нам ему доверия больше Но вот это самая вот скользкая ситуация у мастера Например, вот как у меня сейчас То есть мне придётся сейчас засадить того мастера То есть ему нужно будет клиенту сейчас объяснить Что всё-таки они испалили матрицу И знаете, как будет? Будет два исхода Либо клиент сейчас заберёт этот аппарат И сразу с вертухи вынесет того мастера Либо начнётся долгая гемагогия Конечно, тот, скорее всего, будет спирать над нас Мы будем говорить, что вот Ну, здесь как бы без вариантов Я всё записал, я покажу А так это вот по жизни такая фигня и происходит частенько Как бы ты не знаешь, как тебе из двух зол что-то одну выбрать Чтобы и того мастера не накернили И ты тоже не пострадал, не пострадала твоя репутация Потому что, знаете, закон сервисных мастерских Кому, ну, к последнему приходит Тот и виноват В десять сервисов отнесут Виноват всегда будет последний В одном что-то поковыряют В другом расковыряют Там грохнут Там что-нибудь своруют В последний принесут Если он выявит все эти косяки Всё скажут Да это ты и сделал Ты последний И никогда не хочется оставаться последним Поверьте, это самая жопа Ну что, будем звонить клиенту Говорить вот так и так В общем, ребят Данная история имеет хэппи-энд Потому что, когда клиент позвонил в ТОС-сервис И сообщил им о том, что матрица неисправна И вышла на из строя по их вине Те, когда узнав, что диагностику Производили в нашем сервисном центре Не стали отпираться И сказали, что заменят матрицу бесплатно Ну вот А вы говорите Бутылка, бутылка Нафига ты эту бутылку вообще приплёл сюда Вот видите Никто не хочет на бутылку